доброе утро наши подписчики и гости канала мы сегодня на кухне я я к себе уже на вы представляете рада рада понимать что вы нас смотрите что улыбаетесь так же как и я вам я вывод сделал один хороший со вчерашнего видео и от вчерашних комментариев но я его скажу в самом конце я интригу подержу мы сегодня с вами будем делать тертый пирог тертый пирог я за ним соскучилась давно не делала и так как у нас к чаю кроме яблок и апельсинки ничего нет но конфетки я мы не по конфетам мы одну можем съесть там ну в три дня пополам можем поделить одну или по одной раз три дня раз в неделю ну в общем так знаете как мы конфетам равнодушны а к чаю что-нибудь должно быть всегда потому что вечером вместо ужина мы чаще пьем чай и чем-нибудь поэтому мы сегодня с вами будем делать тертый пирог для этого у меня уже все подогрето и скажем так утеплено и яйца и маслечко и в общем в принципе больше ничего и не нужно поэтому я сейчас масло переложу в маленькую мисочку потому что у меня будет две мисочки одна будет с тестом вообще а заранее я хочу масло перебить с сахаром в такую белую хорошую перку для этого я приготовила и миксер и все остальное все что нужно вроде как ничего не забыла знаете но от меня можно всего ожидать я могу тут помнить тут не помнить ну и так далее так значит у меня здесь всего лишь 100 грамм сахара 200 грамм масла и я отправляю вот это вот все в одну единую тарелочку и буду перебивать на самой высокой скорости ребята но все масло взбито в белую белую красивую пену вот она себе стоит и ждет своего времени а я в этой мисочке будут приготовить остальные ингредиенты щепотка соли как всегда щепотка соли подогретые у меня два яйца прям подогрела их горячей водички подержала и сейчас будем по одному разбивать к соли комочек попался мне не нужен так одному яйцу яйца с солью ну здесь уже подойдет обычный венчик перемешаем тоже слегка оно должно поменять яйца должны поменять немного цвет то есть из таких прямо оранжево-желтых чуть-чуть это масса должна побелеть поменяли яйца цвет теперь убираю я миксер сейчас уберу подальше вот эту красоту понятно я вот такими посукиваниями неприятными хочется мне освободить все венчики от нашего масла потому что это масло зачем его выбрасывать да все вроде бы очистила вот и теперь я сюда ложкой по чуть-чуть буду добавлять масло и снова перемешивать венчиком положила его в тарелочку и забыла что он еще будет нужен по чуть-чуть вот так вот буду вмешивать масляную массу с сахаром буду перемешивать уже с яйцами по чуть-чуть по чуть-чуть дальше добавим ложечку масса белей превращается в более такую прям пена пена красивая пена пена и остаточная сахар с маслом венчиком почистим ложечку теперь я сюда добавляем ванильный сахар чайную ложку полную ванильного сахара и перемешиваем массу красиво венчиком можно миксером но будет я себе оправдываю в том что с вами то хочется поболтать у нас сегодня ребята плюс 7 но при этом сильный ветер прям такой жестокий скажу я пока никуда не собирается у нас через полтора часа выключат свет поэтому у меня пирог успеет испечься вот такая красивая масса получилась белая руками взбивая ну а теперь можно добавлять по чуть-чуть по чуть-чуть муку и делаем мы с вами тесто очень мягкое но такое чтобы отставало от рук поэтому здесь где-то грамм 300 муки уйдет но опять таки зависит все и от качества муки вот и от качества масла чем больше воды тем вы сами понимаете больше войдет в муки но у меня вроде как масло я всегда стараюсь брать хорошее пробую всегда все пробую потому что может быть цена очень такой знаете приемлемой а по качеству масла я его проверяю сразу на сковороде положила на сковородочку я вижу если масло растопилось все и превратилась желтую такую хорошую непрозрачную жидкость то это нормально но опять таки вкусовые качества тоже играют немаловажную роль поскольку хочется чтобы масло у нас было вкусным и приятным правда так значит разрыхлителя пол чайной ложечки разрыхлителя отправляю вместе с мукой и перемешиваем в следующий раз добавлю еще у меня столовая ложка соды ой простите ребята чайная ложечка соды конечно же чайную специально выложила в такие красивые мои новые штучечки вот они они мне очень нравятся но ими еще почти не пользовалась поэтому сначала разрыхлитель пол чайной ложки там получается по моему сто сто пятнадцать грамм миллиграмм в общем если взять пачечку разрыхлителя то здесь одна треть пачки разрыхлителя пачки сколько там у нас грамм ребят но это я буду видимо уже может быть напишу вам рецептик в следующем после видео и укажу точное количество так теперь у нас пошла сода и еще мука все поочередно духовку я уже заранее попросила видео включить духовочку потому что этот пирог нужно ставить в теплую духовку разогретую и выпекать на минут 30 при температуре 180 но опять таки у меня конвекция значит он будет выпекаться намного меньше по времени все пока мешаю лопаткой сейчас лопатка уже уйдет в мойку я буду вымешивать остальное тесто руками оно должно быть таким мягоньким но от рук должно отставать жирным обычное песочное тесто но здесь присутствует и сода и разрыхлитель муку обязательно нужно просеивать потому что муку чем больше насытишь воздухом тем больше она будет лучше себя вести в любом нашем пироге пирожки оладушки блинчики и так далее масса наша вот такая вот эластичная мягонькая маслянистая все я убираю лопатку и пошли мои руки в ход видите тут уже ушло больше чем 300 грамм муки поскольку ну во первых и масло хорошее и яйца два этой жидкости нужно куда-то деться правильно чтобы нам скомпоновать хорошее мягонькое тесто нужно муку ну всегда как пишут и говорят на палец на вкус как говорят что-то хотела сказать господин на глаз плюс палец вот так на глаз плюс палец не знаю может и не говорят что с такой мне такая реплика в голову пришла вот так вымешиваем тесточка оно уже почти готово сейчас я всю муку соберу посмотрим еще добавлять или нет оно настолько жирненькое что мука быстро в него входит впитывается так что теплеет ребятки теплеет ну 19 будет окунаться легче хотя при морозе вы знаете эффект лучше наверное как-то ну на мой взгляд прямо интереснее когда ты по льду ногами идешь из льда выбегаешь все это так ну приятно а так получится как просто сходили на пляж ну посмотрим кто знает сегодня у нас 17 еще два дня ну почти день 19 с утра поедем пойдем не знаю еще не планировали созвонимся с друзьями так все вот так остатки нашей красоты вот сюда на тесточка и можно миску убирать она нам не будет больше нужна все компоную шарик собираю всю муку вот так огромное вам спасибо за комментарии но уже не выдерживаю хочется мне сказать я прям речь приготовила такое знаете от души речь думала я долго над этим и решила в общем что ребятки мне очень приятно читать комментарии ваши очень ну прям ну до слез обидно не обидно господи до слез приятно ребят ну простите это знаете такие слова слова паразиты лезут думаю одно говорю другое как помните в каком-то фильме что там такое тоже сказал чинодиректора заругался в школе что такое потом говорит это я сказал так и у меня это я сказала очень приятно было читать ваши комментарии буквально я же говорю я читала ну аж мороз по коже огромное спасибо за понимание за поддержку за то что так ну вот точно прям передаете и свои мысли и мне приятно их слышать ну наверное так оно и есть потому что мы когда начинали канал свити когда начинали работать мы решили что ну вот все что есть добро у нас какое-то такое умение общаться с людьми мы все будем ну дарить вам в своих эмоциях и хотела бы спросить даже наверное сказать что каждое видео когда вы смотрите и если вы улыбаетесь это самый большой эффект которого я желала бы достичь чтобы вы чаще улыбались когда смотрите наш канал вот так вот вот хотела сказать много но сказала кратко одним словом но я так думаю вы мысль поняли о чем идет речь что приятно когда вы улыбаетесь это и есть суть нашего канала все ребятки аж ну вас буду плакать так значит что у нас вот такой вот комочек теста такой хороший не липнет к рукам жирненький но при этом и на столе не остается и на руках не остается я его делю не пополам а где-то отделяю вот такую вот часть короче две половинки остается у меня на столе а одна треть уходит в холодильник но не просто уходит так как у нас быстренько сейчас должны выключить свет я возьму пакетик вот и накручу вот таких вот шариков я не знаю каких чтобы она быстрее заморозилась суть именно в этом чтобы она быстрее подмерзла вот и мне его нужно будет отправить на затирочку затирать это ж тертый у нас пирог вот и сейчас я закинул в морозилку буквально чтобы она быстрее 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 вот так укрою чтобы запах не дай бог не взялся тесто все морозилочка здравствуй оп все ну а пока она там лежит замораживается у меня готова форма ребят у меня форма будет сегодня вот такая не маленькая и поэтому я ее слегка буквально слегка чуть-чуть капну маслом подсолнечным просто капельку для того чтобы ну легче было отойти моему пирогу вот значит бортики тоже обязательно бортики смазываю потому что сейчас мы будем вот это тесто распределять по форме но не просто по донышку а будем делать бортик вот так я его сначала вот так вот в руках или на столе разомну слегка чтобы мне легче было его там проработать все и отправляю форму и сейчас будем пальчиками вот так вот его прямо буду распрямлять и делать бортик для того чтобы нам положить начиночку начиночка у нас сегодня будет из заморозки достала перетертая с сахаром смородина вот так он будет у нас очень вкусный со смородинкой где есть дырочка на дне нужно пальчиками сдвигать тесто чтобы дно у нас было целеньким однозначно бортик тоже держал варенье в общем делаем так чтобы распределить наше тесто как можно ровнее по всей площади нашей формы где есть дырочка прикрываем ее пальцами вот так бортик получается Степанка пришел жалко что вы его не видите да тёпочка пошел по своим делам как всегда утренний променад так бортик получился сейчас его хочется выровнять чем его выровнять чем его выровнять наверное вот этой лопаточкой подровнять чтобы краешки были более-менее ровными они в в узорах пальцев вот так подровняю подровняю все главное чтобы не было дырочек на дне поэтому я хочу все прощупать перещупать чтобы быть уверенной в том что у меня ровненькие вот видите бортики получились вот оно и теперь беру я свое варенье вот так как оно было в судочке я его не вынимала из судочка буквально сейчас остатки варенья отправлю снова в морозилку зачем их размораживать если мы его сейчас кушать не будем это у меня как наполнитель для любого пирога идет вот такое густое перетертая масса смородиновая уйдет сюда где-то грамм 300-350 варенья я не боюсь того что это будет много потому что у меня еще будет сверху хорошая затирочка и я закрою все варенье и оно будет очень красиво смотреться в начиночке шумит Степан не обращайте внимание у меня вечно как я на работе так и Степан вместе со мной он мне скажем так оппонирует в моем видео вот так ровненьким слоем тоже разложили мы смородинку и сейчас еще минут пять я подожду чтобы все таки схватилось тесто чтобы мне его было легче потереть на крупную терку минут пять придется подождать ребятки духовка пока греется красота какая цветовая гамма я обалдею сейчас покажу и пять минут буду ждать пока остынет наше тесто вот оно как вот так оно получилось конечно еще не совсем застыли мои шарики но дело в том что глядя на часы я понимаю что мне нужно это делать быстрее я их буду просто насильно продавливать через терку и ну таким образом так оно и порвется ну а что главное что оно трется кусочками так как мне надо тяжело но трется поскольку мы зависим сейчас от времени вот так перетерлась нормально пойдет и так все четыре шарика как снежки такие знаете желательно чтобы по всей поверхности они прикрыли варенье вот эти наши тоненькие колбаски чтобы прикрыли меньше было видно варенья так и еще один остался и все получается ребят можно было бы в эти шарики добавить больше муки и оно бы лучше еще терлось но мне не хочется муки много добавлять потому что чтобы и верхняя часть и нижняя часть пирога были одинаковой консистенции вообще по рецепту можно конечно добавить муку но это при желании все прикрыла как могла варенье видите перетерлись наши шарики даже без нужной им заморозки все получилось сейчас я чуть-чуть по распределяю по чтобы совсем уже было все закрыто красивенько вот когда возьмется значит чуть-чуть желтенькой такой корочкой мое верхнее тесто я возьму большую толстенькую шпажку вот она у меня здесь упала шпажкой попротыкиваю чуть-чуть и накрою это все пергаментом я заранее его уже приготовила чтобы наша вот эта вот корочка верхняя не стала совсем сухой чтобы она была в меру поджаристой но и не перегоревшей сами понимаете духовка хорошо работает все накрыли мы ребятки прошло ровно 20 минут я даже засекала и мой пирог готов но этому пирогу нужно остыть прямо в форме потому что он очень песочный и очень ломкий если я его сейчас начну отсюда выбирать по кусочку то сами понимаете он превратится в крошку поэтому он мягонький вот он играет еще весь живой поэтому я его сейчас оставляю здесь ровно настолько чтобы он совсем-совсем остыл будем ждать и Степан ждет степочка ты ждешь ты ждешь до сих пор мой цветочек ну никак никак но я все-таки жду мне хочется интересно посмотреть на его цвет может быть он будет вот таким может быть лимончиком я не знаю и про декабриста спасибо за совет конечно же я знаю что его трогать нельзя во время вот этого цветения начинающегося и вообще его лучше не трогать он очень капризный то есть с места на место его передвигать нельзя у меня уже был такой опыт нехороший в жизни что стоял у нас дома рождественник но не этот другой был тот погиб совсем и расцвел красиво и тоже выкинул много бутонов и ну и мне его захотелось выставить на свет божий на солнышко и он тут же скинул цветы пропал заболел и все с тех пор я знаю что декабриста трогать нельзя но опять таки после того как он скинул первый цветочек мы с Витей поняли что ему нужно холодно холод для цветения перенесли его аккуратненько ну вот пожалуйста вот он красавчик как выкинет все цветы это будет ну будет очень красиво я так думаю а пока ждем ребятки остывание пирога порежу покажу все мои хорошие остыл наш пирог вот такое получилось чудо красивенное сейчас будем пробовать сейчас через пару минут у нас отключат свет короче я все успела я умничка вот он такой красавец поразрезала все бери хрусти все мои хорошие все пока пока все пока